Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня я решил продолжить серию видео. Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже? И напоить вам об одной известной сказке для детей и взрослых. Про молодильные яблоки. Яблоки часто используют и в профилактике, и в лечении многих заболеваний. И на моем канале тоже есть такое видео про яблочную диету. В котором я рассказываю, как с помощью яблок вес либо снижать, либо набирать. Как правильно очищать организм, укреплять иммунитет. Яблочная диета — это много яблок в коротком периоде времени. А бытует мнение, что всего одно яблоко в день способно предотвратить все известные на сегодня заболевания. И врачи всех специальностей станут безработными. Но! Если пойти в супермаркет на базар — яблоки есть и цена доступна. Одно яблоко в день позволить себе может практически каждый. Если вы обратитесь в медицинское учреждение — оказывается там аншлаг! Врачи не простаивают, врачи работают. И вопрос! Видимо, не все еще знают, как правильно использовать яблоки для профилактики заболеваний. Поэтому, просмотрев это видео до конца — вы узнаете! В нем я — врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачков. Автор десятков опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Расскажу вам, как же правильно использовать яблоки, чтобы сказку для детей и взрослых про молодильные яблоки сделать былью. И предупреждать те или иные заболевания. И не попадать на обострение. Ведь видимо тех, кто неправильно использовал яблоки в своем питании, в своем образе жизни, оказались на лечении. Поэтому смотрите видео дальше! Возможно, больше полезной для вас информации вы узнаете! Казалось бы, что сложного? Выбрал спелое яблоко, помыл, съел и жди! Как болезни просто будут таять на глазах? Но! На самом деле так не происходит! Судя по статистике людей, больных меньше почему-то не становится. Видимо, не все вы делаете правильно! Да! Яблоко нужно взять спелым. Если яблоко испорчено, то там уже идут какие-то процессы брожения и гниения. И какие-то микроорганизмы попадут с этим яблоком и будут испытывать вашу микрофлору в кишечнике. Так поступать не стоит! Яблоко, безусловно, нужно помыть под проточной водой. Чтобы удалить те механические примеси, которые находятся на его поверхности. А это не только песок! Это еще и возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, листных, паразитарных инвазий! Они достаточно мелкие! В больших количествах могут находиться на поверхности яблок! Поэтому помыть яблоки нужно! Ни в коем случае не стоит их вытирать руками! На руках у вас может быть другая паразита фауна и паразита флора! И все это вам придется потом съесть! Вот вопрос! Как есть яблоки? Многие считают, что просто достаточно слегка переживать и проглотить! Но не все так просто! Вот тут начинаются нюансы! Жевать нужно и жевать нужно продолжительное время! Иными словами! Вспомнить нужно рекомендацию древних докторов! Что твердую пищу нужно пить! Яблоки относятся к твердой пище! Поэтому их нужно измельчать достаточно интенсивно! И здесь безработными окажутся врачи-парадонтологи! Жевательная нагрузка на зубочелесной аппарат присутствует! Десна укрепляются! А в деснах крепятся зубы! Откуда и получают питание! Иными словами! Парадонтоз у вас если и разобьется! То достаточно поздно! Профилактика парадонтоза у вас идет! Более того! Те кислоты, которые есть в яблоках, не относятся к сильным антибиотикам! Но! Ограничивают активность микрофлоры в полости рта! И это тоже хорошо! Но! Те же самые кислоты любят растворять и кальций в зубной эмали! Иными словами! Пока вы занимаетесь активной профилактикой парадонтоза! Вы можете попасть на более активное обострение кариеса! И здесь выйти из кабинета стоматолога вы на некоторое время сможете! Или не попасть с одним заболеванием! Вы можете попасть с другим! И здесь уже, как говорится, ваш выбор! Хотя, если у вас зубы уже стоматологом изменены! То есть у вас 32 вставных зуба! То, конечно, яблоки вы можете жевать легко и просто! Укрепляйте десна! Улучшайте состояние в полости рта! Потому что вся пища, не только яблоки, проходит все-таки через рот! И от состояния местной иммунной системы в полости рта зависит качество той пищи, которую вы употребляете! И не только яблоки! Как только вы измельченные до однородной массы яблоки проглатываете! Иными словами выпиваете измельченные яблоки! Яблоки попадают в желудок! По пищеводу они проходят транзитом! И разве что если у вас там есть эрозивный эзофагит! Тут яблоки могут немного раздражать! И вы можете почувствовать болевые ощущения вскоре после проглатывания яблочной массы! Попадание в желудок вызывает то же самое! Но только в том случае, если вы яблоки используете как самостоятельный прием пищи! Либо перед едой! Иными словами если ваш желудок пустой! Пищевод пустой всегда! 15-20 секунд пища перемещается проглоченная вами! И через 15-20 секунд она уже в желудке! То есть состояние в пищеводе после прохождения пищи начинается через 20 секунд! И каждая порция яблочной кашицы будет пищевод раздражать! Если есть эзофагит, есть эрозии! Они будут обостряться! И заниматься активной профилактикой этих заболеваний вы не сможете! Вы их будете скорее раздражать! Поэтому если у вас есть эзофагит, то яблоки в таком виде вам не подходят! Если у вас есть гастрит, либо гастрододенид, то яблоки не подходят перед едой! Либо между приемом пищи! Только после еды ваш желудок сможет выдержать яблочную диету! Или одно яблоко в сутки! Что происходит дальше? Как только кашица яблок перемещается в 12-перстную кишку! Она будет раздражать 12-перстную кишку! И как минимум гастрододенид хронический тоже может обостриться! Как и хронический панкреатит! Поджелудочная очень плохо реагирует на механическое раздражение! Иными словами, вся сырая пища растительного происхождения, проходя мимо по 12-перстной кишки, может обострять хронический панкреатит! И вылечить хронический панкреатит, если он у вас присутствует! А он присутствует у половины населения! У вас так же не получится! Может механическое раздражение 12-перстной кишки рецепторов, которые там заложены, вызвать сокращение желчного пузыря! И так как яблоки обычно используются без жира, они масса не относятся к впитывающим сокам! Растительная клетчатка в таком виде не может выполнить роль сорбента! То желчь, оказавшись в 12-перстной кишке, может поступить по-своему! Иными словами, либо скашаться и пойти по кишечнику дальше, либо заглянуть в желудок! Вызвать у вас явление тошноты! А раздражает слизистую желудка! Пищевая сода, которая в составе желчи в этом случае оказывается в желудке! Может вызывать эрозийный гастрододенид! И те, кто знаком с этим диагнозом, знают почему он происходит! Рефлюкс! Слишком сильное давление было в 12-перстной кишке! Выше чем в желудке! И рефлюкс состоялся! Когда в 12-перстную кишку попадают последние порции яблок! Давление в 12-перстной кишке высокое, а в желудке низкое! И вероятность рефлюкса увеличивается! Поэтому если у вас есть рефлюкс доаденогастральный! Вам яблоки также противопоказаны! И скорее всего возможно употребление яблок неправильное! И привело вас на лечение этих заболеваний! Перемещаясь по кишечнику, яблоки усиливают перистальтику! И маскируют запоры! Не лечат запоры! Сделаю акцент на этом! А маскируют! Для того чтобы кишечник работал правильно, не нужно его заставлять выбрасывать ту пищу, которая в нем находится! Она может не успеть перевариться! И люди преклонного возраста! У них тоже может возникнуть эта проблема! Когда у молодых мужчин, женщин, детей активно работающая пищеварительная система переваривает всю пищу! И любую пищу! Вот так! Одним щелчком! Совершенно по-иному она работает у людей в возрасте! Когда ферментов уже не хватает! И время на переваривание пищи продлевается! Вот только вам стоит на этом фоне ускорить перистальтику кишечника! Как усвоение пищи! Замедляется! Но обычно в том возрасте, когда пищеварение уже естественным образом снизилось! Не думают о таком экстремальном снижении веса! И тут каждая порция пищи на счету! Потому что чем больше пищи попадает в организм, тем лучше работают все клетки, органы и системы! Ну и организм в целом! Нарушение этого процесса приводит к тому, что проблема возникнет! Перемещаясь далее по кишечнику! Сырая растительная клетчатка может раздражать толстый кишечник! И вызывать явление колита! Ну явление энтерита она вызывает до этого! И обострять геморрой! Иными словами, мужчины сидящих в профессии и рожавшие женщины, у которых геморрой чаще всего уже присутствует! У них тоже может быть обострение этих заболеваний! Я имею ввиду колит в разной степени! Либо геморрой! И вылечить эти заболевания яблочная диета не в состоянии! Даже одно регулярно употребляемое сырое яблоко в сутки может вызвать их обострение! И в этом случае вы понимаете! Что сказки для детей и взрослых про молодильные яблоки в данном случае не работают! Более того! Яблоко могло бы помочь предупредить и частое заболевание под названием атеросклероз! Но яблоко в сыром виде значительно хуже работает как сорбент! И в этом случае также да! Вы получаете определенную помощь! Потому как пассаж движения холестерина жироподобных веществ по кишечнику ускоряется! И меньше всасывается! А вам нужно обратное! Вам нужно связать тот холестерин! Не ускорить движение по кишечнику! А связать холестерин кишечнике! А клетчатка сырых яблок это сделать не может! Способ снижения уровня холестерина с помощью яблок он по-иному работает! И вместе с окисленным холестерином вы теряете много полезных веществ! Которые вашему организму не бесполезны! А важны! Раз вы эту пищу употребляли! Вы же деньги в нее вкладывали! Для того чтобы получить пользу для здоровья! А не для того чтобы сделать дополнительную нагрузку коммунальным службам! Потому как больше содержимого кишечника окажется в канализации! Еще один момент который нужно учитывать! Не стоит яблоки есть в том виде в каком вы их получили после того как вы их помыли! Обязательно нужно снять шкурку! Разве что летние яблоки можно есть со шкуркой! По той простой причине что на поверхности яблок очень мало находится воскоподобных веществ! Которые легко с помощью желчи оказываются в организме! И сложнее оттуда выходят! В большей степени правда это относится к яблокам зимним! Там значительно более толстый слой воскоподобных веществ! Который предупреждает потерю влаги яблоками! И они не портятся! Поэтому и они дольше хранятся! Некоторые производители яблок могут продлить срок хранения яблок! Таким способом напыляя воскоподобные вещества на поверхности! Да! Яблоко становится консервированным! Но! От этого польза не увеличивается! Да! Его можно дольше хранить! Но чем дольше хранятся любые продукты! В том числе и яблоки! Тем снижается их польза для вашего здоровья! Поэтому если вы купили яблоки! Которые хранились неизвестно какое время! Непонятно где! Вначале вы их помыли! Потом сняли шкурку! Не стоит с грязных яблок снимать шкурку! Потому как те сюрпризы, которые могли находиться на поверхности яблок! Вы их можете перенести уже на съедобную часть яблок! И ваше здоровье может со временем пострадать! Еще один маленький нюанс! Нужно использовать правильно употребляя яблоки! Или когда вы их используете в сыром виде! В яблоках есть еще семена! А в семенах, говорят, есть много полезных веществ! Нужных для роста яблок! Там те же белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы! Все это есть в концентрированном виде! Причем в семенах этих веществ больше, чем во всем яблоке взятых! И нужно кушать семечки яблок! Я бы не советовал вам таким образом расширять свой рацион! По той простой причине! Когда вы берете семечки яблок! Начинаете их разжевывать! Во рту появляется вкус миндаля! Откройте Канандойли, Агату Кристи и почитайте! О чем говорит присутствие вкуса миндаля или аромата миндаля! И вы поймете, что растения не думали о том, что вы будете есть яблоки! Тем более поедать потенциальных детей этой яблони! Они думали о том, как размножится семена! Семена — это способ размножения яблок! Кстати, мыши не едят семена яблок! И некоторые другие! По той же причине! Мыши понимают! Есть синильная кислота яблока! Семечко ядовитое! Поэтому лучше не экспериментировать! А поискать другой вид еды! Некоторые эксперты советуют! Надо есть! Там много полезных веществ! И неплохо было бы их усвоить! Съесть-то вы можете! Вот усвоить-то вряд ли что усвоите! Синильная кислота блокирует многие процессы в организме! В том числе и всасывание из кишечника! Иными словами, съедая семена яблок, вы не то что то, что там находится, не усвоите! А кое-что из того, что успело перевариться, мы заблокировали всасывание! Иными словами, ваш организм попадает на еще более голодную диету! И вероятность обострения заболеваний, а не профилактики их, резко увеличивается! Поэтому, когда вы используете яблоки в сыром виде, вы уже знаете основные плюсы и основные минусы этого процесса! И как это влияет на здоровье! Конечно, яблоки можно жевать не самостоятельно! Для этого можно использовать терочку, потереть и вот эту кашицу просто проглатывать! Здесь плюс в полость рта вы получаете! Кариес у вас обостряться не будет! Но! Вы получаете минус! Жевательная нагрузка у вас тоже снизилась! И вероятность парадонтоза увеличится! Со стороны кишечника яблочная кашица! Особенно, если берете яблоки кислого вкуса! Кислоты регулируют! Не только усиливают секрецию желудочного сока! Но в случае, если попадает в желудок не кашица, а сок! В этом случае получаете сокогонный эффект! И улучшение переваривания той пищи, которая попадет после яблок! Яблочная кашица очень хорошо регулирует микрофлору в кишечнике! Подавляя своими кислотами часть патогенных микроорганизмов! И это один из детских способов лечения дисбактериоза кишечника! Но, пожалуй, на этом полезные свойства свежих яблок заканчиваются! Конечно, яблочные кислоты, попадая к печени, дают ей энергию! Это производные углеводов! Из кислот, в конце концов, собираются простые сахара! Но кислоты тоже несут определенную энергетическую ценность! От одного яблока ваши почки не почувствуют изменений! Если яблочная диета, кислот идет много! Печень со всеми не справляется! Кислоты оказываются в кровеносной системе! И выделяющие почки могут изменить там состояние! И некоторым бактериям осложнить жизнь! В данном случае, если вы используете одно даже большое яблоко в сутки! Вы этот эффект не получите! Хотя печень, кишечник — вы измените их работоспособность! А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами! Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения! И пока вы думаете, как применить эту информацию в своей генетике, зная спектр заболеваний в семье, не забудьте отправить ссылку своим друзьям, знакомым, возможно родственникам! Чтобы они больше знали о яблоках молодильных! И правильно использовали сказки для детей и взрослых для своего здоровья! Чтобы заниматься реальной профилактикой болезней! И не попадать на их обострение! До новых встреч на моих каналах! Субтитры создавал DimaTorzok